привет друзья вас приветствует канал кузница тыс драйва и я ее ведущий максим красильников сегодня у нас подведение итогов уже 7 месяцев прошло как мы приобрели автомобиль peugeot 308 sv с дизельным двигателем 1.6 объемом 120 лошадиных сил и как вы помните мы выбирали его для того чтобы вся наша команда могла с удобством разместиться ну с удобством насколько может дать автомобиль гольф-класса чтобы поместилось наше оборудование и мы уже проехали двадцать две с половиной тысячи километров мы его долго не снимали хотя вы увидите его в кадре практически в каждом нашем видео эта машина в этой раскраски стала уже визитной карточкой нашего канала поэтому сегодня мы подведем итог плюсы и минусы этого автомобиля кстати друзья извините меня за насморок такой гнусявый голос приболел но дома лежать не получается да и не хочется поэтому сегодня мы подведем итог плюсы и минусы этого автомобиля а поверьте за семь месяцев эксплуатации двадцать две с половиной тысячи километров мы нашли как первое так и второе предлагаю сейчас сесть за руль этого автомобиля поговорить про его плюсы и недостатки по дороге к дилеру на 100 потому что мы сейчас загоним автомобиль на подъемник осмотрим его снизу и посмотрим что произошло с автомобилем за семь месяцев эксплуатации причем друзья это был и гололеды и снегопады и дожди это были не только покатушки по городу и по трассам это реалии наших дорог кое-где их просто не было вы помните как у нас и карус разваливался а за ним ехал наш пыш поэтому автомобиль ездит как по грунтовкам это практически внедорожник наш получился он пережил снежную зиму где он только не побывал побывал и в москве объездил в практически всю украину Плюс, ребят, мы сейчас будем еще развенчивать такой миф, что каждый день автомобиль мыть вредно. Я мою машину минимум 4-5 раз в неделю, практически каждый день. И вы знаете, это не первый автомобиль, который, ну, я считаю, что я за ним так ухаживаю. Согласен, если вы будете мыть автомобиль зимой на улице, например, на мойке быстрого обслуживания, это, конечно, будет вредить автомобилю. Если вы будете мыть его хреновой химией, которая разъедает все уплотнительные резинки, это тоже будет вредить автомобилю. Но если выбрать мойку по душе, то, в принципе, сколько лет я езжу за рулем, а это, ребят, уже 25 лет, мою машину практически каждый день. У меня еще ни одна машина не сгнила почему-то. И мне кажется, вот это, что мыть нельзя каждый день, это такая отмазка тех людей, которые как-то себя оправдывают, почему у них грязная машина и грязные ботинки. Потому что, наверное, ботинки тоже каждый день протирать нельзя, а то испортится. Поэтому вот этот годовалый тест машины как раз и подтвердит, гниет автомобиль или нет. А теперь, друзья, в дорогу. Французов у нас как бы не сильно, они там любят, доверяют. Но я считаю, это такой стереотип родом из 90-х, когда на наш рынок хлынул просто поток, такой откровенный поток еврохлама. Старые рекорды, древние там Рено 15, Рено 21, это еще были хорошие машины. ПЖ древние, поэтому такой стереотип сложился, как у американских автомобилей, что французские автомобили ненадежные. Ну, я не соглашусь. Это далеко не первый мой французский автомобиль. Мне вообще французы нравятся. Мне нравятся дизель французские. И я больше поклонник дизельных автомобилей. Потери у нас были за всю эксплуатацию. Это лобовое стекло, оно до сих пор треснутое. И одну покрышку мы потеряли. Но это вина не автомобиля, не производителя, а именно реалии наших дорог. Извините за выражение, даже не могу так сказать, так что хреновых, вот так вот скажем. Автомобиль у нас оснащен электроусилителем, который, в принципе, у меня никакого дискомфорта не приносит. Я не вижу разницы между ядрачом и электро. Руля машина слушается очень классно, информативно. Мне очень нравится расход, хотя вот заявленный расход, если честно, тут французы либо создали идеальные условия, но двигатель 1.6 объемом дизель, турбодизель, 120 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего. Французы заявили, что автомобиль кушает 4.5 по городу, что в районе 3.9 смешанный и 3.5 на трассе. Таких результатов, ребят, я от машины добиться просто не смог. Может быть, если вам в попу дует попутный ветер, вы с горы катитесь, все может быть. Но вот реальный расход этого автомобиля у меня где-то составляет от 5.2 до 6 литров солярки. Но с учетом того, что у нас машина часто работает на холостых, плюс 1.6 двигатель идеальный, просто идеальный в городе. И насмешанный цикл. На дальняк при полной загрузке проявляется его откровенная слабость для такой массы уже автомобиля. И проявляться начинает после где-то 115-120 км в час. Нет, машина едет очень ярко, набирает круто, но увеличивается дико расход. Потому что этот маленький моторчик начинает крутиться, тахометр ложить. Лишь бы его вытянуть на 160-170. И расход в таком режиме составляет где-то порядка 7,5 литров до 100 км. Ну, что как бы благовато, я считаю. Но опять, если ехать со скоростью 110 в пределах правил дорожного движения, то эта проблема как бы отпадает сама собой. Теперь перейдем к моему самому вкусному, к недостаткам. Я надеюсь, меня кто-то увидит из конструкторов Peugeot, может быть, маркетологов. Ребят, я должен очечник покупать китайский, вешать. Мне некуда положить телефон, потому что ниша в районе прикуривателя. Ну, я не знаю, туда либо можно положить первый айфон или там какой-то Samsung раскладушку. Это ниша реально для какой-то мелочевки. Вот у меня там брелок от ворот от работы лежит, карточка детского садика, жвачка, зажигалка. Все. Больше сюда как бы много еще. Даже пачка сигарет это уже много. Дальше отсутствие подстаканников. Точнее, как отсутствие? Он как бы есть, но он есть вот здесь. Я должен убрать подлокотник, который мне нравится, мне с ним удобно. И здесь уставляется вот такая вот хреновина. Представьте, если я... Ну, это хреновина называется пепельницей. Как бы у нас машина даже оснащена пакетом для курящих. Меня как курящего это радует. Ну, представьте. Еду я на трассе, у меня чашка кофе. Как это я ее должен сюда, стаканчик поставить, вытащить? Поэтому я сразу убрал эту полочку, которая занимает место под подстаканник. Я просто сделал там такой маленький бардачок, где валяется всякая мелочь. А я люблю, ну, езжу часто по трассе кофеек попить. Получается, ставить мне некуда. Но опять можно обратиться к братьям-китайцам, которые кучу всякого говна продают на рынке. Оно, правда, в основном одноразовое, сразу ломается. Но можно выйти из этой ситуации и где-то прилепить подстаканник. Но опять, зачем? Если я покупаю автомобиль, ну, вот наша Peugeot в комплектации Allure нам обошлась в 26 тысячу е. Я не скажу, что заоблачно дорого. Есть аналоги автомобиля, конкуренты, которые стоят гораздо дороже. Ну, и недешевый автомобиль. И вот именно все недостатки – это эргономика. Опять, вот мне не хватает обогрева лобового стекла. Все-таки в нашей климатической зоне это необходимая опция. Хотя бы в районе дворников. Чтобы они у вас не примерзали, не обмерзали. Это проблема зимой. Это реальная проблема. Поэтому, если есть возможность купить автомобиль, заказать с обогревом или хотя бы в зоне дворников, ребята, на это стоит потратить деньги. Уже спорт-режим, имитация спорт-режима. Да, он меняет подсветку. Из динамиков начинает доноситься такой рычащий звук, как на какой-то Феррари. На мой взгляд, даже, мне кажется, машина становится чуть-чуть динамичнее. Но он мне нафиг не нужен. То же самое и к панорамной крыше. Насколько она нужна. Нам удобно, что мы сюда GoPro вешаем. Вам это надо? Тут уже решать вам самим, если вы вдруг надумаете покупать автомобиль. Хотя сейчас панорамную крышу предлагают практически все производители. Поэтому тут сто раз подумайте, нужна ли вам эта стеклянная елдовина сверху. К самим органам управления у меня нарицаний нет никаких. Сначала было непривычно. Это отдельный джойстик на управление круиз-контролем. Потом я к нему привык, в принципе, все вот так вот. Дворники, поворотники, фары. Все вроде бы как под рукой, как на любой нормальной машине. Поэтому нарицаний у меня нет. Мне нравится вот эта шайба громкости медиа-системы. Тоже классно. Не люблю я кнопочки. Как у меня был Toyota Hilux с последнего поколения. Там вот громкость надо было сенсор удерживать. Это пока уберешь срочно. Ну, проблема. Климат-контроль работает хорошо даже через меру. Видите? Под простыл малеха. Меню все интуитивно. В принципе, все понятно. Музыка. Похвалю. От чистого сердца. Это блютуз в этом автомобиле. Действительно, элементарно спрягается с вашим устройством. Отлично слышно. Меня отлично слышат. В принципе, все привычно. Все легко и доступно. Поэтому за вот эту мультимедийную систему, то, что здесь такая хорошая система, громкой связи, ставлю твердую пятерку. Очень отличные камеры заднего вида. Круговой обзор по парктроникам. Тоже, как бы, парковаться плюс. На нашей машине установлены датчики слепых зон, которые сначала меня раздражали. Сейчас я к ним привык. И уже без них, как бы, даже скучно. Поначалу, конечно, нафиг они нужны. Зачем за них переплачивать. Да, это удобно. Тут я ничего не могу сказать. Особенно, когда ты уставший или где-то что-то прозевал, у тебя загорелась желтая лампочка. Медиа-система. Да, она не сильно громкая. Но она играет качественно. И, в принципе, достойна. Единственное, опять, недостаток здесь нет CD-диска. Но сейчас, по-моему, все производители от этого отказываются. Мне, если честно, вот ребята закачивали 3 месяца флешку. Ну, закачали 232 песни. У меня уже от них тошнит. Потому что, если я буду просить их еще мне что-то закачать, это уйдет еще 3 месяца. И я буду слушать одно радио, которое я не слушаю в априоре. Поэтому диск мне, как бы, проще. Да, вот у нас работает спортсистема. Такой звук появляется. Красная подсветка. Но машина, мне кажется, все-таки действительно чуть-чуть начинает разгоняться динамичнее. Потому что, я так понимаю, что у тебя начинает задерживаться переключение передач на повышенную. Становится чуть-чуть ту же руль. Действительно, есть какие-то ощущения, что ты на спорткаре. Звук это еще, кстати, очень усиливает этот эффект. Поэтому нужна эта опция, не нужна. Опять же, решать каждому лично. Иногда даже по приколу, если честно. А, и, кстати, я думаю, что точно меняются какие-то динамические характеристики. Как минимум, начинает больше солярки закидывать в моторилу. Потому что увеличивается расход на таком режиме. Хотя, может быть, из-за того, что ты дольше едешь на пониженной передаче. Тоже как вариант. Обзор в автомобиле великолепный. Нарицаний у меня просто нет. Во-первых, мне нравится. Машинка, вроде бы, внешне не очень большая. Но, когда садишься, ты понимаешь, что в автомобиле место дофигища. Мне с моим роста 1,83 м. И в машине реально комфортно. Повторюсь и напомню, что на этой машине мы очень часто ездим на дальники. Она меня устраивает. 500-600 км, не вылазя за рулем, только так выйти наперекур. У меня не болит ни спина, ничего. В машине за это ставлю, в принципе, твердую пятерочку. Мне очень радует качество материалов. Оно очень мягенькое, хорошенькое. Нравится мне. Хорошая в этом плане машинка. Сзади сидеть, как, честно говоря, я не ездил, но, ребята, говорят, на дальняк уже как бы некомфортно. Но, опять, мы, давайте не будем забывать, что это автомобиль не С-класса. И он не рассчитан на задних пассажиров. Когда я сажу туда ребенка, тут понятно, что есть на два кресла крепление изофикс. В детском кресле. Ей удобно. Самый плюс в этом автомобиле, в универсале, то, что, в отличие от хэтчбека, здесь длиннее база. Поэтому машина идет, ну, как любой автомобиль с более длинной базой, машина идет мягче. И, кстати, вот по подвеске скажу, что машина не жесткая, но и не мягкая. Вот она четко держит. Вот у нее нет раскачек. Она как бы, на ней хочется даже похулиганить. Машинка очень в этом плане тоже на 5 баллов. Потому что я не люблю сильно жесткие автомобили, но и не люблю откровенный холодец. Поэтому автомобиль в этом плане супер. Зимой по снегу, по гололеду, при наличии классной зимней резины, ну, это, в принципе, как на любом автомобиле, машина идет на 5 баллов. Так что, поставив минусы, в основном все минусы у меня идут по салону. Ребята, ну, действительно, если бы не вот эти огромные карманы в дверях, которые у меня уже превратились в мусорную свалку какую-то, то мне, в принципе, ложить некуда. Я уже сюда коврики клеил на торпеды. Китайские, правда, тоже, которые там, наверное, недели-полторы уже на них ничего не липнет. Что я только сюда не придумывал, чтобы что-то сделать чуть-чуть комфортнее мою жизнь в этом автомобиле. В принципе, если вы не пьете кофе под стакаником, то вам не нужен. Поэтому говорю опять, как для города, да, но так как у нас ездит постоянно огромная толпа, плюс у нас всегда какие-то дальние поездки очень часто, поэтому нам это как бы, это уже наша необходимость. Японская коробка, шестиступенчатый автомат, работает, ну, вообще без претензий. То же самое, как и двигатель. Силовой агрегат мне нравится на все 100. Единственное, что я, наверное, все-таки хотел бы есть такой автомобиль с двухлитровым турбодизелем и мощностью 150 лошадиных сил. Я думаю, что эта машинка будет гораздо поинтереснее. А самое интересное, что она будет интереснее на трассе. Вы не будете так насиловать движок на больших скоростях. Хотя, опять же, ездить надо в пределах правил дорожного движения. В машине удобный бардачок, самое главное, огромный багажник. Вы представьте, 538 литров. Из-за чего мы эту машину и брали. Плюс, если сложить задние сидения, которые выравниваются в ровный пол с багажником, то у вас увеличится еще на 1020 литров багажное отделение. Поэтому засудить вы сюда можете все, что угодно. И еще один из недостатков. Я считаю, что если у вас будет, вы будете покупать автомобиль, ребят, ну, лично мое мнение, конечно, это как, ни совет, ни рекомендация. Мне не нравится вот система Mirror Link. Вот не нравится. Я хочу, чтобы у меня была кнопка еще на мультимедиа навигации. Чтобы я ее нажал, а ее здесь нету, видите. И у меня навигация заработала. А не чтобы я подвязывал свой телефон, который то садится, то глючит, то еще что-то. Мне это неудобно. Поэтому я вот купил китайское зеркало, еще прицебачил его на штатное зеркало заднего обзора салона, в котором есть навигатор. Кстати, музыка тоже там, FM-модуляторы стоят. Кстати, тоже такая интересная игрушка за небольшие бабки, но в дороге помогает. И я ни разу не пожалел, что я выбрал этот автомобиль, ну, точнее, мы выбрали этот автомобиль на проект. Она ни разу не подвела. Она экономичная. Мне это нравится. Потому что при баке 53 литра солярки мне стабильно хватает на 850 км. Если я где-то там экономлю, машину долго на холостых не гоняю, это где-то километров на 80-90 увеличится еще пробег. Тысячи ни разу не получалось. Разумный автомобиль с интересным интерьером, с хорошими материалами в салоне. Я не скажу, что тут кричащий дизайн в автомобиле внешне. Но он лично мне нравится. Красиво, лаконично. Есть хром, как я люблю. Единственное, что опять же, ну, опять это дело вкуса. Мне 17 диски, которыми машина комплектуется. Ну, я бы по нашей дороге выбрал бы 16, которые идут в более дешевых версиях. По-моему, это лучше. Я вот пересел после Камри сюда, да, ну, вроде бы Камри это уже бизнес-седан, да, такой. Это уже машинка поменьше гораздо. Но, знаете, я не чувствую себя ущербенным каким-то. Мне здесь все нравится. А теперь давайте загоним автомобиль на СТО и посмотрим, что снизу. Итак, друзья, машина прошла осмотр. Сейчас мы ознакомимся, какие у нас плюсы и минусы автомобиля выявили на СТО. Одни надписи. Ни-ни-ни-ни-ни. Ни-ни-ни-ни-ни. Ребят, получается, машина прошла. Никаких нарицаний так, что у нас там какая-то проблема, я не вижу. 22 500 в принципе прогнозировано, что автомобиль пройдет у вас без всяких лишних проблем. Так оно и есть на самом деле. И вы знаете как, у меня нет такого ощущения, что я не вернусь именно на машине домой, когда уезжаю на дальнее расстояние на этом автомобиле. Поэтому эта машина достойно выносит наш годовалый тест. Никаких нарицаний, кроме тех, что я говорил по эргономике салона, я не нашел в автомобиле. Свет диодный, идеальный. Мне все нравится. Об этом я уже говорил не в одном видео. Мне ее нравится дизайн, нравится ее надежность. Самое главное, мне нравится ее экономичность. Потому что сейчас для меня, особенно при большом количестве километров, которые мы проходим, сейчас главное для меня, это чтобы автомобиль мне меньше бил по карману. Peugeot справляется с этим делом на все 5 баллов. Еще раз хочу поблагодарить нашего партнера, компанию Vidi, за предоставленную возможность зайти сюда, показать вам, как быстро ребята бегают и делают. Тачка проверена за 7 месяцев эксплуатации. Что будет дальше? Смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вы думаете об этом автомобиле. Ну а приобретать этот автомобиль или какой-то другой, ребят, решайте сами. И не забывайте, друзья, что мы куем для вас тесты на земле, в воде и на станции этих обслуживаний. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok